В эфире служба новостей Саров-24. В студии Кирилл Васильев. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Посторонним вход воспрещен, как организован пропускной режим на территории больничного городка. Лучший следствий сантехник Нижегородской области работает в Сарове. Самый интересный мультфильм выберут дети. В Сарове стартует открытый российский фестиваль анимационного кино. Далее расскажем обо всем подробно. В редакцию нашего канала обратился Саровчанин с вопросом, каким образом организован пропускной режим на территории клинической больницы номер 50. Сотрудники охраны КБ-50 отказались пропускать на территории Маслихи маломобильную пенсионерку, которая собиралась навести своего супруга в одном из отделений. Какие правила и ограничения установлены для въезда на территории больничного городка, выясняла наша съемочная группа. Алексей Степанюк решил привезти свою 74-летнюю бабушку повидаться с супругом, который проходит лечение в семиэтажке. Как рассказывает внук, в силу возраста пожилой женщине никак не подняться в крутую Маслихинскую гору. Алексей попробовал заранее выяснить, как довезти бабушку на такси до нужного отделения в больничном городке. Мне было сказано, что никто, кроме инвалидов первых, вторых, третьих групп, не допускается на территорию клинической больницы без наличия соответствующего пропуска. Под вывеской с надписью «Вход строго по пропускам» перечислены категории сыровчан, которым разрешен въезд на территорию клинической больницы на личном транспорте или такси. В списке значатся маломобильные граждане. Дело в том, что к маломобильным гражданам относятся не только люди на инвалидных колясках с костылями, но и вообще пожилые люди, пенсионеры, молодые мамы. Все люди, которые испытывают проблемы с передвижением по разным причинам. Алексей постарался разобраться в ситуации, задал вопрос на официальном сайте КБ-50 и опубликовал информацию об инциденте в социальной сети. Пост на стене ВКонтакте получил обратную связь. Когда я столкнулся с этой ситуацией, я узнал, что эта ситуация, к сожалению, не разовая, она повторяется. И даже на сайте клинической больницы в разделе вопросов и ответов множество историй описано о том, как пропускной пункт неверно трактует правила, то есть не пропускает людей даже с переломами на личном транспорте для приемного покоя. Шлагбаум при въезде на территорию больничного городка установили в 2012 году. Главная цель пропускного режима – обеспечение безопасности пациентов и персонала КБ-50. Пока не было шлагбаума, дороги и подъезды к территории были заняты стоящими автомобилями, посетителями, сотрудниками, кем угодно. Были просто вопиющие случаи, когда посетители оставляли машину в узком проезде, и скорая не могла проехать к отдельно стоящему зданию, чтобы просто эвакуировать оттуда пациента. Работники больничного городка и служебный транспорт имеют специальные пропуска. Саровчан на личных автомобилях пустят в том случае, если им необходима экстренная медицинская помощь. Никаких пропусков и заявлений не потребуется родственникам, встречающим из роддома маму с малышом. Разрешен проезд пациентам, находящимся на программном гематерализе. Разрешен проезд на территорию для прохождения каких-то дополнительных консультаций, для проведения исследований. У нас часть диагностических служб находится на территории Маслихи. Разрешен проезд вот этим категориям граждан, но только с разрешения заместителя главного врача по медицинской части. Такое же разрешение придется получать и маломобильным родственникам пациентов. Оформить допуск можно, написав заявление в канцелярию управления КБ-50. Обращение рассматривают в течение рабочего дня, после чего информацию о номере и серии автомобиля передадут охранникам на КПП. Завершается прием документов на участие в программе на улучшение жилищных условий в 2019 году. Комитет по управлению муниципальным имуществом напоминает, что 15 марта последний день приема заявлений от граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения и строительства жилья. О том, кто может стать участником этой программы, расскажем в следующем сюжете. В прошлом году 33 семьи улучшили свои жилищные условия, поучаствовав в муниципальных программах. На средства, выделенные из бюджета, саровчане приобрели более 1600 квадратных метров. На воселье отпраздновали 7 молодых семей. Государственные жилищные сертификаты получили ликвидаторы Чернобыльской аварии и переселенцы из ЗАТО. В начале этого года начался процесс формирования списков по федеральным и муниципальным программам, самыми популярными из которых остаются меры поддержки молодых семей. Оба супруга должны быть в возрасте до 35 лет. У обоих супругов должна быть нуждаемость. Молодая семья – это понятие – это мама-папа, мама-папа с детьми, либо одинокий родитель, воспитывающий детей. Тоже немаловажный факт подтверждения, что молодая семья имеет достаточные доходы для приобретения жилья. Это выражается либо справкой банка о возможной величине кредита, либо оценкой движимого и недвижимого имущества, находящегося в распоряжении молодой семьи. В списках участников программы «Молодая семья» – 145 саровских семей. Предположительно, в 2019 году свои жилищные условия улучшат 8 семей. Из-за изменения порядка распределения средств их число может увеличиться. В очереди на улучшение жилищных условий на сегодняшний день 979 семей. Сейчас у нас в планах ожидания – это зерно 43 строительства, где часть жилых помещений будет продана по установленной стоимости для очередников. Также мы в планах ожидаем перепланировку «Менделия 54», где тоже будут квартиры очередниками переданы по договору социального найма. До недавнего времени в стране существовала государственная программа под названием «Жилье для российской семьи». В прошлом году руководство области запустило свою программу «Жилье для нижегородской семьи» для строительства квадратных метров стандарт-класса. Принять участие в ней могут и саровчане. К сожалению, пока, конечно, это у нас только территория Нижнего Новгорода и Кстова, но граждане, которые заявлялись ранее в нашей программе для российской семьи, они вправе перейти в программу для нижегородской семьи или вообще заявиться просто для участия в программе. Заявления от претендентов на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья принимаются до 15 марта. Документы для участия в программе обеспечения жильем молодых семей можно подать до 31 мая. Более подробной информации по телефону 977-51 и 990-57. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении до 10 тысяч рублей размера пособий, которые ежемесячно выплачиваются безработным родителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов. Указанные выплаты получают граждане, ухаживающие за ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Документ вступит в законную силу с 1 июля текущего года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Количество заболевших курью в Нижегородской области выросло до 15 человек. Большинство случаев приходится на столицу региона, однако первые пациенты начали появляться и в других городах – Дзержинске и Кстово. В управлении Роспотребнадзора напоминают, что в Нижегородской области продолжает работу горящая телефонная линия по профилактике курья. Связаться с медиками и узнать, как защитить себя и близких от этого опасного заболевания, можно по номеру 8 831 432 29 55. В городской администрации призвали соровчен избегать прогулок по льду. Несмотря на то, что последние замеры на реке Сатис и пруду Боровам показали, что толщина льда все еще превышает безопасный минимум, структура льда неоднородна. Каждые несколько сантиметров встречаются прослойки воды. Такая особенность делает лед значительно менее прочным. А это значит, что выход на водоемы может представлять смертельную опасность, особенно для детей. Защитник хоккейного клуба «Саров» Павел Медведев стал чемпионом зимней универсиады. Во вторник студенческая сборная России в финале скрестила клюшки с командой из Словакии. После финальной сирены на табло горел счет 2-1 в пользу наших спортсменов. Несколько дней назад мы уже рассказывали о протекшей крыше дома номер 4 по улице Дзержинского. Жильцы пострадавших квартир не согласились с решением регионального оператора Фонда капитального ремонта провести капремонт дома без замены кровли и теплоизоляции инженерных коммуникаций. Для решения своей проблемы они обратились к директору департамента городского хозяйства. О том, какое решение предложили в администрации, расскажем далее. Крыша протекла, но ремонт будет только в 2037 году. Жильцы дома номер 4 по улице Дзержинского не согласились жить еще 18 лет с протекающей кровлей и отправились в администрацию города добиваться немедленного решения проблемы. На встрече с инициативной группой жителей представители ДГХ и управляющей компанией разъяснили алгоритм действий в сложившейся ситуации. Одно из решений – заказать экспертизу, по заключению которой возможно передвинуть срок ремонта. Экспертиза стоит приблизительно 60 тысяч рублей, но даже получение положительного заключения не гарантирует, что ремонт кровли ускорят. То есть гарантии о том, что капитальный ремонт будет проведен именно вашего дома, именно в те сроки, как я указала эта организация, ну тоже никто не даст, наверное. Со своей стороны центр ЖКХ готов заняться текущим ремонтом кровли в рамках тех средств, которые выделены на поддерживающие работы на этот год. Это приблизительно 160 тысяч рублей, которые собираются по статье «Содержание жилья». Ну нужно понимать, что 160 тысяч в наше время при капитальном ремонте – это ничто. Это по периметру, грубо говоря, на один лист по высоте, на полтора, на два, может быть. На вскидку, я на вскидку говорю. Не касаемо утеплителя. Ещё один вопрос, который жители поднимали на встрече – некачественно сделанные работы по очистке крыши их дома от сосулек. Почему они раздолбили этот шифер, и им всё это сходит с рук? А мы должны страдать из своего кармана, выворачивать карманы, напрягаться и что-то там искать пути. Представители управляющей компании пояснили, что выбор подрядчика происходит на конкурсной основе, и повлиять на это никак нельзя. К тому же не исключено, что протечки произошли не по вине рабочих, а по естественным причинам, например, из-за намерзания льда. Сейчас жителям предстоит провести общее собрание собственников, чтобы решить вопрос с ремонтом кровли и прийти к согласию по всем вопросам. 25 лет назад, 27 марта, состоялось первое заседание Городской думы Сарова. В связи с этой датой объявлен конкурс школьных эссе на тему «Если бы я был депутатом». Свой взгляд на работу органов власти могут изложить школьники 5-11 классов. Об условиях и сроках конкурса расскажем в следующем репортаже. К участию в конкурсе школьных эссе приглашаются ученики с 5 по 11 класс, а также воспитанники литературных объединений города. Им предлагается написать небольшое сочинение на тему «Если бы я был депутатом». Размышления и свое видение работы народного избранника нужно уместить максимум на двух листах формата А4. Мы хотим дополнительно привлечь внимание к работе Городской думы и к работе депутатов. И попытаться раскрыть это в таком творческом ключе, попытаться раскрыть таланты наших городских школьников. Конкурсные работы будет рассматривать жюри, в составе которого депутаты Городской думы, писатели, руководители литературных студий и учителя-словесники. Эссе должно соответствовать критериям, которые указаны в положении о конкурсе. Главное – соответствие тематики и творческий подход. Допустимо включение проверенных исторических фактов. Раскрытие самой темы, оригинальность, может быть, подхода. Но работа должна понравиться. Я лично буду для себя оценивать именно с точки зрения того, насколько работа производит на меня впечатление. Грамотность представленной работы – это одно из важнейших условий конкурса. Поэтому будет лучше, если передать правкой на конкурс, сочинение проверит учитель или наставник. И укажет в конце работы свои данные и должность. И тогда нам будет уже удобнее проверять эти работы с учетом того, что замечания уже исправлены. По крайней мере, орфографических ошибок там нет. Работы следует прислать на электронный адрес дума-собака-саров-адам.ру с пометкой «Конкурс-эссе». Заявку на участие нужно распечатать и заполнить от руки и принести в 410-й кабинет администрации. Последний день приема конкурсных работ – 18 марта. Дополнительную информацию можно получить по телефону 977-92 или 977-73. В Нижнем Новгороде прошел региональный конкурс «Лучший по профессии среди слесарей-сантехников». По его итогам первое место занял Алексей Французов, сотрудник одной из управляющих компаний нашего города. Ему удалось обойти мастеров более чем 20 районов области. В рамках конкурса соискатели продемонстрировали теоретические знания и практические навыки и умения. Алексей Французов, слесарь-сантехник ФДЖ, в конкурсе «Лучших мастеров своего дела» в Нижегородской области участвует не в первый раз. И не в первый раз получает главную награду. В этом году он обошел специалистов из более чем 20 районов. Победа в конкурсе профессионального мастерства вместе с почетом принесла и повышенное внимание со стороны обычных жителей города. Стали обращать внимание непосредственно на качество работы. Раньше вроде как слесарь пришел, сделал и ушел. А сейчас начали придираться, дождаться всякой мелочи. Сложности Алексея не пугают. Более 10 лет он выполняет свою работу на совесть. Знания и ежедневная практика помогли ему и в конкурсе «Лучшего по профессии». С теоретической частью тестом Алексей справился без особых проблем. А во время практики пришлось слегка понервничать. Мне повезло тем, что я во-первых во второй десятке был людей. Соответственно посмотрел, какие ошибки делают, как их избежать. Спасибо человеку, который был со мной, подсказывал мне до этой части, что лучше стоит обратить на это внимание, на это внимание. Работы у Алексея много. За день он может успеть обойти до полутора десятков квартир. На вопрос, будет ли участвовать в конкурсе профессионального мастерства в будущем, отвечает уклончиво. Победа и признание это хорошо, но истинное удовольствие приносит ежедневная работа и помощь людям. В 24-й раз в России стартует открытый российский фестиваль анимационного кино. В третий раз в отборе лучших мультфильмов будут принимать участие юные саровчане. Ежегодно в рамках фестиваля показывают новые и лучшие анимационные работы для детей. И именно дети после просмотра выбирают самые интересные мультики. О том, куда и на что пойти в Сарове, расскажем далее. 37 мультфильмов в шести возрастных программах. Всего три дня для того, чтобы посмотреть их все и сделать выбор, какой из них лучше. Такова программа открытого российского фестиваля анимационного кино «Суздаль-2019», которая проходит с 13 по 16 марта в художественной галерее. Оценивать конкурсные мультфильмы будут юные зрители. Это совершенно новые, свежие мультфильмы, которые помимо открытой премьеры, часть из них участвует еще и в большой конкурсной программе. Голосование после просмотра будет простым и понятным. Каждый зритель получит жетон для голосования и сможет отдать голос только за одну картину в каждой из шести программ. Как рассказала нам Ольга Ватулина, саровчане два года подряд выбирали лучшие российские мультфильмы. Практика показала, что мы выбираем те мультфильмы, которые берут приз профессионального жюри. То есть вот это приятно. Показывать мультфильмы в художественной галерее начнут с 13 марта. Первая конкурсная программа рассчитана на возраст 0+, последняя на детей старше 12 лет. Вход на показы свободный. Для коллективов обязательно предварительная запись. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова